Уберите детей от экрана. Бизнесмены работают с нами, ведь мы снимаем лучшую рекламу. Кстати, вот наши контакты, и нам доверяют только профи. И если вы не профи, даже не думайте звонить мне. И так долго тянуть не будем. Сегодня страшно подумать. В 73-м выпуске «Головой облёт» смотрите. Лютый эксклюзив проекта «Головой облёт». Главный в Биборыси Александр Истомин расскажет о пожаре в раздевалке своего клуба. Ущербе и тех, кого команда приобретёт в ближайшее время. Кто, цитата, скотина? И кто сдавал игры авторитетному хоккеисту Леониду Метальникову конкретно предъявили в Усть-Каменогорске. Но он сделал грамотную ответку. Фёдор Полищук летел на улицу Строителей 25 в Усть-Каменогорске, а попал в Астану. Ирония судьбы дяди Феди. Диванные эксперты расскажут о старте сезона, моде. И там ещё будет, кстати, чувак, который выигрывал КХЛ. Не пропустите. А главный творец Павлодарского чуда, тренер Алексей Фетисов, поведает, на какой фильм точно не стоит тратить свои деньги. Но для начала, братва, я читаю все ваши комментарии на Ютьюбе, ВКонтакте и на Шайбе. Конечно же, любимое. Спасибо за ваше мнение, за добрые и тёплые комментарии. Вообще отдельный респект. Поднял, обнял, заплакал. Критику мы тоже учитываем. И вот под последним выпуском наш постоянный зритель из Каменогорска, офигенный, надо сказать, чел, написал. Артём, куда делась юмористическая составляющая выпуска? Слышь, поясни. Да, мы в первую очередь юмористическо-житейский проект о казахстанском хоккее. Но вот наш прошлый выпуск, кстати, кто не видел, обязательно посмотрите, был аналитическим. Типа, потому что нам нередко предъявляют, и ребята, где же аналитика, хватит тупо ржать. И мы с экспертом в прошлом выпуске разбирали, подводили итоги. Кубка Казахстана было очень интересно и круто. Ну, а во-вторых, есть темы, над которыми мы никогда не будем шутить. И начинаем мы сегодня с не самых, надо сказать, приятных новостей. Хоккейный клуб «Би-Барыс» понес серьезные убытки. У них сгорела раздевалка, как вы, наверное, уже знаете. И вот нам удалось связаться с харизматичным и очень крутым наставником, главным в «Би-Барысе» Александром Истоминым. Во-первых, это не случилось ни в Атерау, а случилось это в Астане, в доме в Барсе Казахстан. Поэтому тут, ну, как случилось, так случилось. Случился по-другому причину. В общем-то, еще... Просто никто не уточнял именно по ситуации, где это случилось в Атерау или в Астане. Видите, мы от вас хоть узнали, где это. Да. Ну, это случилось в Астане. Ну, кто-то говорит, что фен оставили включенный. Это так или нет? Да, я сейчас говорю о комедителе, и там причину устанавливают специальные службы, которые там обязаны от этой причины. А форма или коньки тоже? Ну, сгорело все. То есть, команда полностью прикрывала, что она вот. А вот примерно, на сколько ущерб? Вот сумма какая? Наверное, страшная совсем, да, там сумма? Сумма большая. А как вы вышли из ситуации? Вот интересно, вы новую форму заказывали или в старую играли? Нет, мы не старые играли. Мы полностью команда отделалась в новую форму. И спасибо Владимиру Бахманскому, что вы сегодня оперативно сработали, помогли нам. Немножко о Кубке Казахстана можно у вас узнать. Все-таки от вашей команды ждали, ну, не меньше финала. Вот серьезно, особенно смотря на предсезонные игры, насколько вы там хорошо играли и достойно смотрелись. И вот такой провал. Вы считаете, что это провал или нет на Кубке? Нет, я не считаю, что это провал. Как бы это ни было, конечно, наши команды стояли самые высокие. На Кубке Казахстана так бы не было, я очень приписываю внимание. Понятно, что задачи ставятся высокими. Но в любом случае, это подготовительный этап, подготовки к регулярному чемпионату. Поэтому назвать провалом я это турнир не могу. Есть ли в чемпионате сейчас в нашей Казахстанской лиге игрок, которого вы не успели летом забрать, но как бы не теряете надежды по ходу сезона? Я думаю, что все лучшие игроки в нашей команде. Классно, классно ответили. Спасибо вам большое. Желаем вам только побед в следующих матчах. И смотрите головой облет. Спасибо. Финальная фраза этого интервью прям круть. Спасибо Александру Истомину. Ну и несмотря на то, что вот такие проблемы сейчас его команды, они взяли, да и обыграли в первом матче никого-нибудь. А Алтай, Торпеда, да еще и со счетом 3-0. Ну а мы движемся дальше. Разборки Тимати и Хабиба – это детские терки за школой. Вот президент Усть-Каменогорского Торпеда Николай Проскурин дал прикурить всем своим огненным обращением в адрес ушедшего из клуба защитника Леонида Метальникова. Итак, цитата с сайта «Шайба КЗ». Леонид Метальников сливал игры и хотел больше всех получать. Странный парень. Зачем скотину мучить? Просто вауч. После свержения власти в Барысь я думал, что о таких мощных словесных дуэлях в казахстанском хоккее можно забыть. Но нет. А вот что ответил сам хоккейсборной Казахстана своему бывшему боссу. Прочитал про себя всю эту... Это просто... Я не буду оправдываться и так далее. Могу сказать из правды там, что я странный и то, что хотел остаться. Два года отпахал в своем родном клубе на совесть. Столько сил вложил в команду. Мечтал выиграть кубок. И вот такие слова услышать на прощание. Потом следует еще много букв и итог. Прощай, торпеда. Короче, разбудите меня. Это что, реально происходит в нашей трясинной рутине? Вы чего гоните? А ну иди отсюда, мой. Но еще более крутой инфоповод создал скромный клуб Астана. И нет, это не Артем Фукс вызвал Тимати на бой, а Федор Полищук перешел в этот клуб. Что скажете вы? Кажется, даже сам Федор офигел от этого поступка. Как мне кажется, дело было так. Сидел, значит, он по старой своей традиции с друзьями в банке. Пересмотрели они, выпускав головой облет в перемешку с чем-то покрепче. И отправился наш герой не в Алтай, торпеда, на улицу Строитель 25, а точно по такому же адресу Новостану. Давать заднюю было уже поздно. Все-таки Полищук, это же не бой, Респай и Фукс. Так и слюбились они с командой. Расскажи, мачо, как тебя зовут и, собственно, что ты сегодня одел? Куртка парка Мунайши подарил Ренат Нур-Ахметов, когда уезжал в Актобе. Как вы знаете, контракт с ним не продлили здесь в Павлодаре. Мунайши вообще чуть ли не распался, я не знаю, это можно эту парку сдавать в музей Поле Чудес. Цену ее я не знаю, к сожалению, это подарок, близкий к душе. Шапка, я сейчас похож немного на аутиста, отобрал ребенка. Шапка фирменная Иртыш, стоит 4 тысячи кинде. Придется брать кредит. Давайте поговорим с людьми, с какими ожиданиями они ждали старта этого сезона и вообще, как им игра. Да, это не блог «Че почем», это «Головой облет». А ты еще не писал? Вот сейчас он пишет. Сегодня у меня новый оператор, его зовут Антон, это не Серик, Антон, помаши. Да. И мы уже записали здесь 10 интервью, мы на самом деле уже 2 часа здесь, и он ничего, он как сарек не нажал. Ну ладно. Да, привет. Тебе родители разрешают ходить на хоккей? Да. Да? Тебе сколько лет? Мне 8 лет. 8 лет? Да. Да, и как вообще жизнь, как жизнь 8 лет? Хорошая. Семью кормишь, зарабатываешь деньги? Еще нет. Нет? Ты на хоккей, да? Пусть сами там зарабатывают. Да. Саша Грей, актриса. Здравствуйте. Мы сейчас делаем вид, типа мы друг друга не знаем. Отлично. А вам кто-нибудь говорил, что вы похожи на Сашу Грей? Нет, не говорили. А вы знаете эту девушку? Да, видела. Пару ее работы. Прям фильмы ее видели? Пару ее работы видела. Хорошо. Вас ругали, кстати, за это родители? Нет, я же не дура, чтобы смотреть себе при родителе. Правильно. Вот, кстати, только вчера появилась информация, что в Казахстане вот такие фильмы, как Саша и Грей, стали реже-реже искать. В основном смотрят соцсети в поиске и мультики. Я считаю, это экология. Экология. А я считаю, что они просто не прошарили. Ведь все вот эти фильмы, они как раз-таки в соцсетях находятся. Скажи честно, ты хочешь на хоккей, чтобы на тебя кто-то из хоккеистов обратил внимание и обеспечить себе дальше безбедную жизнь? Нет, я просто сижу и общаюсь с дедулями. У них много офигенных историй. Ну, правда, дедули, ты видела этих дедуль на секторах? Они же крутые. Ты извращенка. Если вам за 70, вот девушка готова к серьезным отношениям. К очень серьезным, долгим, до вашей смерти. Желательно, если у вас есть квартира. Как тебе игра-то первого сезона и как Иртыш? И вообще, ты кого-нибудь там знаешь, какие-то неизвестные ноунеймы катаются? Ноунеймы. Я скучаю по нашему бывшему капитану. Даже я забыл, кто это был. Сейчас бы она все вспомнила. Она даже не знает, кто это был. Нет, я вас... Антон Камолов. Нет, не надо мне тут. Ты как парень, да? Как будущий мужчина от сыни. Симпатичная девушка? Ну... Если скажешь нет, я себя врежу. Ну, да, симпатичная. Спасибо, моя зайка. Покажи. Я не знаю, что спросить. Спросите вы меня, Че. Почему наша команда проигрывает? Проигрывает? Они выиграют? Антон, почему ты все время... У тебя не горит красное. Не выключай его вообще. Не выключай камеру, хорошо? Ты знаешь этого парня за камерой? Серик, это... Серик One Love? Да. Передай привет Серику. Он не хочет снимать в хокке. Он говорит, он устал, у него седые волосы и одна штука уже не функционирует. Серик, возвращайся. Мы тебя с распростертыми объятиями ждем. У тебя куча автографов. Из нового состава есть кто-нибудь? Да. Кто, расскажи. Илья Румянцев, Гелашвили, Бонашков, главный тренер Фетисов, Ничвиенко. Сейчас. Ну, еще много. Еще ручка. Слушай, а вот ты прям топ. Вот ты топ. Ты все матчи ходишь, автографы. Ты настоящий фанат, блин, уважените. Спасибо большое. Классно, кстати, у меня, оцени, курточка. Да, супер. Очень жаль, что Мунайши убрали. Ну, жаль, я следила за Мунайши. Классный состав был. И очень жаль, что Митинков и Макутский ушли в Снежные Барсы. Они очень смотрелись в РТШ. Слушай, а я сейчас от тебя услышал больше новостей, чем от официального сайта клуба РТШ. Давай, продолжай. Еще какие новости? Люди сейчас-то не знают. Рубрика новостей. Сейчас отбивка будет. Алтай-Торпеда 2-1. Очень плохо, что проиграли. Желаю просто команде удачи. И погода. Всегда в новостях в конце погоды. Погода плохая. На последние выходные ожидает бабье лето. Все, спасибо тебе. Молодец. Так, надо взрослую аудиторию. Не нажимай на паузу. Не нажимай. Слушай. Привет. Привет. Как дела? Ничего, пойдет. У тебя крутая борода. Да. Зачем это связано, скажи? Решил поддержать команду свою. Да ладно, не гони, просто стиль, да? Не я готовился к Кубку Казахстана, но, увы, не победили. Серьезно, ты отрастил бороду для команды? Я буду найти тебя. Это жертвы реальные? Конечно. Ты себя пощади-то? Здравствуйте. Смотрите, вы так присели, прям как в парк. Почему девушка ваша ухватит? Это ваша девушка или супруга? Девушка. Девушка пока? Вы аккуратнее, а то тут хоккеисты тоже знаете, такие ребята с тестостероном. Мы тоже хоккеисты. Серьезно, когда играли, где играли? Касынк Торпедо, Мускомар. В каком году? 2014 год окончания. КХЛ выигрывали? Выигрывали. А ВХЛ? ВХЛ не дошел, я не играл. Ушел по травме. Распишитесь мне, пожалуйста, потом. Ну, я подойду, хорошо? Можно ваше имя, чтобы люди знали? Да, да. Никита. А фамилия? Нестеренко. Никита Нестеренко выигрывал в КХЛ. Ребята, вы грустно живете, да? Очень. Настолько у вас скучные будни, что вы приходите на хоккей? Нет, у нас очень все хорошо. Просто мы соскучились. У хоккея? Конечно. Как вам, Иртыш? Ну, еще не поняли. Мы только машинец увидели, Сергея. Кого там, Качулина. Тех, кого мы знаем. И все. А вообще остальные какие-то неизвестные, да? А как вам тренер, кстати? Хороший тренер. Мощный, я согласен. Понравился тренер. Но что-то вот смотрю, опять Алмата играет лучше, чем Иртыш. Почему так плохо все? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это экология. Да. Слушай, у тебя столько автографов. А есть автограф Антонио Бандераса? Нет. Нет? Нет. А это чей автограф? Это автографы того сезона. Этого сезона. Слушай, хоть одного игрока ты знаешь с нового сезона? Никита... Ой, это... Титов. Фетисов. Имя Титова? Никита Титов, если не знаю. А у Фетисова имя? Вот имя не помню, фамилия. Вот, понимаешь. Мало раскручивали ребят, я думаю, да? Нет, очень хорошие ребят. Кстати, ты был на встрече с болельщиками? Нет, не успел. У меня друг ходил за меня. За тебя ходил? Всем привет передал? Да. Понял. Что рассказывает друг, как было? Говорит, очень хорошая встреча была, команда... Мало времени отдали с командой пообщались. Халява была, сразу говори. Вот халява – это самое важное на таких встречах. Нет, халявы не было. Здравствуйте. Здравствуйте. Опа, это трансляция идет прям? Это история. Чья? Моя. Ваша история? Да. Можно ее показать? Мы просто оценим, что вы выкладываете в историю. Ага, прокомментируйте. Любимого своего чемпиона. Это ваш супруг? Да. Будущий супруг? Будущий супруг. А кто это? Сергей Твердохлебов. Сергей Твердохлебов? Он очень круто отыграл на губке. То есть теперь мы поняли, кто его муза? Ну, конечно, это я. А вы с какого города? С Москвы. Вы с Москвы? Вы когда-нибудь слышали про проект «Головой облет» в Москве там у себя? Это единственный проект, кто рассказывает… Я видела на странице ВКонтакте у вас. Это единственный проект, который рассказывает о Казахстанском хоккее? Круто? Очень рада. Мы поднялись в ваших глазах? Конечно. Приехали за любимым из Москвы сюда, в Павлодар. Это жертвы. Он оценил это? Ну, конечно. Конечно, но с любимым рай в шалаше, как говорится. И Павлодар неплохой город. А если бы Сергей работал на алюминиевом заводе, получал 10 тысяч рупий. Главное – любовь. И у него не было одной почки, вы бы все равно были с ним? Конечно. Ну, вы готовы к задержкам зарплаты здесь, к каким-то бытовым трудностям? Горячей воды сейчас нету в Павлодаре. Нет, у нас все прекрасно. Ну, всем девчонкам, у кого закралась даже мысль к нему подкатить, пару слов. Девочки, имейте женскую солидарность. И можете болеть, конечно, это очень круто, но... Ищите других. Ласки не стройте. Да, тем более в мире много ведущих, да, всяких хоккейных крутых проектов. Короче говоря, первый матч РТШ вот таким он получился. Интересным, насыщенным. Да что я вру. Просто приходите и сами все увидите. Ну, камера, знаете такое видео? Ну, наконец-то, друзья, впервые в своей профессиональной карьере я записал человека, как вы сейчас сами видели, выигравшего КХЛ. На этом мне понадобилось 43 года, 73 выпуска проекта «Головой облет» пришлось снять. А он, оказывается, все это время сидел на трибунах в Павлодаре. И как он сам говорит, жаль только ВХЛ не успел выиграть. Но если бы он еще и ВХЛ выиграл, я бы, наверное, завершил карьеру и закрыл проект «Головой облет». В общем, так. Я тут решил каждый месяц определять лучшего в казахстанском чемпионате. Я не знаю, как мы это будем делать. Может быть, какое-то голосование устраивать. Но я думаю, что вы все со мной согласитесь, что в августе по итогам Кубка Казахстана лучшим был главный тренер Иртыша Алексей Фетисов. Я не думаю, что это какое-то открытие. Я знаю, какая у нас команда. Ну, вы знаете, да. Но по-честному до старта турнира в то, что Иртыш выйдет в финал, верило, ну, не знаю, ровно 10 человек. Это ваша семья и ваши соседи, наверное, я не знаю. Но большинство не верило, что вы будете в финале. Я вам тайну открою. У меня семья человек 30. Представляете, у нас уже не 10, а 30. Это только моя семья. Сколько семьи хоккеистов. Да так даже они не верили, что вы в финале. Все верили, все верили. А вы семью перевезли сюда? Да. В Павлодаре. И как им город? Нам очень нравится. Очень красиво, очень уютно. Мы гуляем каждый день, когда дождя нет. Дождь у нас немножко тут программу испортила. Так, очень красиво. Нам очень все нравится. То есть вы готовы к такому климату, что сегодня может быть солнце, а вечером уже снег выпустит? Я живу в таком климате, что сегодня солнце, жара плюс 20, а завтра может снег выпустить. Я к этому всегда готов. С Алтай-Торпедой реально ли было тягаться в финале? Потому что до финала, конечно, все, и даже букмекеры понимали, что, конечно, Алтай-Торпеда фаворит здесь. Я так не считал. Мы контролировали игру. Два с половиной периода. Мы имели больше моментов, мы имели больше возможностей для взятия ворот, немножко не дожали, не сыграли хладнокровно в тех моментах, которые должны были сыграть. И пропустили гол, который не должны были пропускать. Мы не пропустили ни одного такого гола до этого. Да, на сборах Чехии пропустили гол, разобрали, но больше у нас не было такого. В течение обстоятельств, не более того, повторили бы игру, я думаю, что наверняка мы бы ее выиграли. Вот те две забитые шайбы, которые влетели нам, да, Бурделев и Спиридонов, как вы считаете, все-таки здесь мастерство игроков, они оба шлепнули, да, так прям удачно, либо это вратарь немножко наш поплыл? Нет, это наша оборона позволила бросить им с этих позиций. В этом году Кубок Казахстана, который завершился, вот у вас, хочется как бы специалист спросить, он стал как-то лучше, зрелищнее, интереснее? Вот что бы вы сами отметили? Да, да, мне понравилось и нокаут, игр, и я как игрок участвовал, ну и второй год, соответственно, как тренер. Было интересно, очень интересно это, то есть не товарищеские игры, это не какие-то там контрольные матчи перед сезоном, это уже полноценный турнир за очки, за места, это было интересно. Новому главному тренеру, да, который приходит в клуб, ему легче, когда уже нету стричков в команде, да, вот, которые возможно где-то там тормозили команду, вот как вы сами считаете? Ну я не, честно говоря, вопрос это не очень как-то понимаю, легче, не легче. Если игрок хороший, почему нет? Я же не против, чтобы там игроки остались. Это не в моих было силах и не моей какой-то компетенции. Ну вы в своей тренерской практике сталкивались с тем, что вот вокруг старичков, то есть они могут организовать такой свой между собойчик, да, и немножко так двигать в команде дела? Нет, не сталкивался. Зачем я тогда? Я довольно каковникабельный человек, я могу договориться со всеми. Если игрок не выполняет, соответственно, это не мой игрок, он не выполняет. Он хороший игрок, возможно, да, он вообще здорово. У другого тренера и в другой команде он, но в нашей команде выполняет общую работу, которую делает вся команда. Мы не можем выиграть одним игроком или каким-то там старичком, как вы говорите, но мы можем выиграть командой. Вот все как один вышли, отработали. Кто-то говорит, для меня 10-9 самый лучший счет, да. Если будем 10-9 играть, меня с инфарктом увезут. Самый лучший счет для меня 1-0, значит, мы все поработали. А как вы боретесь, кстати, со стрессом? Да, много всяких, в принципе. Я очень люблю кино. Когда мне плохо, я посмотрю пару интересных фильмов и вроде как меня отпускает. Не более того. Вот какой последний фильм посоветуете, какой посмотрели? Я сейчас смотрю «Футболисты», четвертый сезон, американский фильм с Коллой Джонсом. Вот только он вышел. Ходил в кино здесь по Владаре с женой, но не выдержал. Полфильма посмотрел. Говорить не буду, что за фильм. Встали и ушли. Ну, приоткройте секрет. Всем уже интересно жутко. «Как женить холостяка», по-моему, с Киану Ривз. Это самый, наверное, непонятный фильм за последнее время, который я видел. Ты был прав, Смит. Ты всегда был прав. Федор Полищук и его переход в клуб «Астана» – это как долгой карьерой, доказал, что это далеко не Киану Ривз. Хотя Киану Ривз сам играет в хоккей. Ваш тренерский штаб входит экс-наставник Алматы. Вообще, давайте начнем с того, почему именно на него пал выбор, почему именно его вы пригласили в команду? Знаете, а почему нет? Человек оказался на рынке, свободен. Был в прошлом неплохой защитник. И, в принципе, в прошлом году с командой Алматы показал хороший результат. Ну вот, собственно, и все то, о чем мы хотели вам рассказать. Я думаю, 73-й выпуск проекта «Головой облет» получился не таким уж и плохим, он получился даже классным. Так что оцените его, пишите комментарии, а лучше перечислите деньги на развитие нашего проекта. Вот наши номера, обязательно звоните, может быть, что-нибудь вместе придумаем. А также следите за нашими новостями в Инстаграм «Головой облет», также в одноименном канале на YouTube и в группе ВК «Выкаком Слэш Шоу Гол». Меня зовут Артем Буланов, мне помогал Антонио Тыщенко. Всех обнял, поднял, заплакал. Я плыл по течению, бился облет, головой облет. Лед, головой облет, я плыл по течению, бился облет, головой облет.